На самом деле мы уже поговорили, почему мы здесь появляемся, вот с ребятами договаривались, что примерно раз в месяц я буду проводить здесь подобного рода беседы. Эти беседы они будут иметь как теоретический, так и практический характер. То есть теоретически я говорю, практически мы пьем чай, шутка. Любые вещи, которые я озвучу, мы всегда можем, допустим, попробовать или, например, какие-то беседы я буду именно планировать строить таким образом, что я даю некую вводную, мы с вами поговорили о теории, задавали вопросы, дальше встали и попробовали. Сейчас, наверное, первая беседа здесь будет больше знакомства, хотя кто знает, как она повернется. Потому что, честно скажу, у меня есть стратегический план, но тактических решений я не принимал никаких. Поэтому и название нашей темы, нашей беседы, оно тоже весьма неопределенное, особенно для тех, кто знает и понимает. Я говорю о Джун Синьдао и Ли Чуань, это вообще в целом и Ли Чуань. То есть и Ли Чуань – это как стиль, внутренний китайский стиль боевого искусства, ментально-физическое боевое искусство, кулак сознания, направляющего силу, либо еще, как любит сейчас Моисиф это называть, боевое искусство осознанности. Потому что «и» – это очень специфический китайский термин, он под собой подразумевает такой феномен сознания, как осознанность. Это само по себе боевое искусство. Метод, который мы изучаем – это боевое искусство, это метод моего шифу, гранд-мастера Чин Фан Сиона, который он и назвал Джун Синьдао, или «путь нейтральности». Поэтому тема, которая заявлена, она охватывает все. Мы именно можем говорить на сегодня обо всем, поэтому можете задавать вопросы. Вместе с этим там было написано, что презентации книги, но да, вот есть книга, я ее принес, вы ее здесь можете приобрести. Нет разницы приобретать здесь или в клубе, или в каких-нибудь белых облаках, или в других магазинах, где она продается, а ценовая политика везде одинаковая. Нужно – берите, не нужно – не берите. Здесь все очень просто. Значит, и теперь, собственно, давайте мы начнем с самого начала. Что такое Ли Чуань, откуда он происходит и чем он так вот интересен мне, а я делюсь этим интересом с вами. Да, Ли Чуань – это семейный внутренний китайский стиль боевого искусства, ушу. Он как бы развивался в рамках одной семьи, семьи Чуань. Вот, и происходит он, на самом деле, из большого количества традиционных стилей народности Хака, потому что мой учитель Хака – это одна из китайских народностей. Значит, есть даже такие предположения, что, собственно, и ханьцы, основная национальность китайцев, они произошли от Хака. А еще есть предположение, что Хака, вернее, это не предположение, а доказанный факт, что там порядка трех тысяч лет назад они жили на юге Сибири. Вот, и оттуда они как бы путешествовали, спускались вниз к югу Китая, вот, все южнее, 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 где лучшие плодородние земли. Вот, и поэтому даже одна из таких шальных версий, никак не доказанная, что наша Хакасия, там же все-таки тоже живет монголоидного типа люди, вот, что, значит, это имеет, как земля Хака. Вот, ну, там Хакасы и ныне проживают, вот, и, на самом деле, народность Хака, она была такая, достаточно замкнутые кланы, которые, так как они меняли земли, они, по большому счету, Хака переводится, или Кэдзя, по-китайски, переводится, как гость. Да, почему? Потому что они на все земли, где они обитают, они приходили. Вот, или иногда их переводят, как кочевники. Но кочевники не как цыгане, да, а они могли так, вот, какое-то поколение пришло, нашло плодородные земли, закрепились, стали плодиться, размножаться, количество семей стало увеличиваться, и в этом раз, и там несколько семей могли отколоться, ну, там, допустим, через 10 поколений, да, через 5 поколений могли отколоться и продолжить свои путешествия в поисках других земель. Вот, а так как они приходили на уже плодородные и богатые земли, то, естественно, что приходилось, так скажем, иногда их захватывать, иногда отстаивать захваченные территории. Отсюда очень интересные даже культура Хакамут. Есть дома, которые они строили, дома, представляющие собой такие закрытые цилиндры с одной входной дверью, и все, больше ничего. Причем это были многоэтажные такие цилиндры, ровные, красивые. Говорят, что американцы, когда впервые посмотрели космические снимки Китая и увидели эти дома, то они подумали, как Китай построила уже шахты стратегических баллистических ракет раньше нас, а потом оказалось, что это дома Хака. То есть они строили круглый дом, чтобы из-за угла не убили, с высокими стенами, там 3-4 этажа могло быть, внутри в центре располагался храм, вокруг располагались разные торговые ловчонки и прочее. А на внутренней стороне вот этой круглой стены, вот этого круглого дома, но это даже не дом, а район, наверное, можно назвать такой, вот, или замок в европейском понимании, да. Внутри располагались как раз жилье, квартиры, они делали как бы лестницы, были устрады, на которых они и жили. Да, поэтому снаружи проникнуть в такой дом было почти невозможно, если кто-то проникал внутрь, то он фактически дальше захватить эту территорию не мог, да, потому что опять же весь обстрел шел в центр круга. И таким образом они всегда вот позиционировали свое месторасположение. Отсюда, учитывая замкнутость этой народности, которая остается достаточно закрытой по сей день, да, у них была группа своих стилей, боевых искусств, которые они держали в тайне, ну, потому что это как бы помогало им. Вот. И скажу так, что из… Ну, можем уже угощаться, да? Спасибо. Ребята, угощайтесь, берите чай. Вот. И, например, в стиле хака они стали так открыто открываться, ну, буквально в 80-х годах, не раньше 20-го столетия, да, потому что про другие стили, там, про шавлинский, юданский и так далее стало известно значительно раньше, они стали сильно распространяться. А первые какие-то весточки о стиле хака, они вот появились где-то в середине 80-х даже, ближе к 90-м. То есть вот настолько они, как бы, сохраняли свою тайну, ну, и тем самым сохранилась их аутентичность, да, потому что, там, к 80-м годам многие из китайских стилей превратились уже, там, чисто в оздоровительные, да, или в некое, там, культурное наследие, превратились в чистый спорт, вот, а традиционность уже, она ушла в небытие. Вот, а стили хака в этот момент только открылись, вот, и поэтому сохранялись методы, методы тренировки, подготовки, которые, так скажем, были традиционно китайскими, которые соответствовали древним методикам, да, в Китае считается, что то, что древнее, то истинно ценное. Вот. И, таким образом, значит, стили хака, они изучали семье, чин, вот, и в процессе изучения различных направлений и знакомства, в том числе, с внутренними традиционными китайскими стилями, да, отец моего учителя, он, как бы, увидел единообразие этих стилей. Увидел зерно ключевое, так скажем, которое лежит в основе тренировок, да, потому что, как вот мы иногда говорим, что тренировка – это многократное повторение тех или иных движений. А для чего вам нужно многократное повторение тех или иных движений? Для обретения уверенности в том, что вы умеете их делать. Значит, если вы можете обрести уверенность в том, что вы их можете делать другим путем, да, то это другой метод тренировки, альтернативный. Да, и поэтому тренировки стали больше направлены на работу сознания, на работу тела, изучение природы тела, чем на просто многократное повторение, что фактически, так скажем, из человека делает механизм. Да, то есть приводит его к привычкам, автоматизмам, рефлексам, из-за которых он не может увидеть реальность, да, потому что, что бы ни происходило, он отвечает всегда тем или иным запрограммированным способом. А метод Ильичуань, он говорит именно о том, что мы должны быть в настоящем, мы должны присутствовать здесь и сейчас, мы должны видеть, наблюдать процессы, распознавать их, и тогда мы можем видеть и знать реальность, быть вместе с ней. И вот в частности, например, в этой книге Мойшифу описывает, как быть в настоящем, как быть в реальности, он говорит об этом. Да, то есть в первую очередь нужно понять, откуда приходит наше знание, да, потому что знание, любое знание, которое мы обладаем, будь то чай, будь то дорога, как мы сюда приехали, будь то наше знание, которое мы изучали в институтах, университетах, из которых мы потом писали свои там диссертации, научные работы и так далее. Вот, все это знание, оно приходит из прошлого. То есть, вы, он говорит о том, что есть три способа получения знания. Первый способ знания, это получение знания от других. Я прочитал книжку, я знаю. Я поговорил с человеком, я знаю. Да, я получил какой-то опыт, я знаю. Вот, но всегда получается, что это знание, оно основано на прошлом. Да, то есть, это не то, что происходит здесь и сейчас. Это первый способ получения знания. Второй способ получения знания, это из размышления. Да, то есть, мы мыслим, делаем какие-то выводы и тем самым эти выводы можем там зафиксировать, построить тоже какую-то, не знаю, там свою теорию, показать свое видение. Вот, и в этот момент мы можем думать о том, что мы используем истинное знание. Но мы же мыслим. Но здесь есть такой момент, когда мы мыслим, мы используем что? Мы используем знание, полученное до того. Да, то есть, на основе той информации, которая была получена прежде. Из чтения, из общения, из образования, из бесед. Да, и тогда, опять же, мы опираемся не на свое знание, а на знание, которое нам дали другие. Мы опираемся не на прямое знание, а на знание прошлого. И если, так скажем, мы все время будем опираться на знание прошлого, то мы не сможем увидеть, что есть настоящее, что есть момент. А вот, а по сути дела, если мы не можем видеть момент, то мы ни о какой осознанности говорить не можем. Потому что осознанность, это что? Это непрерывное осознавание или непрерывное распознавание текущих изменений. И поэтому Шифу говорит о третьем виде знания. И это знание называется мудрость. То есть, знание, которое приходит из момента. То есть, то, что мы знаем здесь и сейчас. Оно не основано на прошлом опыте, оно не основано на нашем размышлении. Оно основано на том, что мы знаем прямо сейчас. И, собственно говоря, вся методика занятий Ильич Вань, она построена таким образом, чтобы мы восходили к осознанности через мудрость. И через осознавание обретали мудрость. Просто мудрость, она может быть различного уровня. И поэтому мы тоже говорим о том, что, допустим, может быть мудрость точки контакта. И когда мы делаем липкие руки, мы почему-то знаем, куда движется противник. Хотя он свой алгоритм нам не сообщает. Но почему-то мы знаем, что он сейчас пойдет влево, вправо. Мы движемся вместе с ним, не надавливая, не отрываясь, сохраняя постоянство давления на точки контакта. И откуда же приходит эта мудрость точки контакта? И здесь очень важно как раз понимание такой вещи, как тай-ди. Тай-ди как символ, тай-ди как монада, тай-ди как принцип. Потому что все вы знаете, как выглядит тай-ди. Все знают, как выглядит тай-ди. Значок вот этот вот, инь-ян, да. Да, просто инь-ян это ян. И только когда они соединяются вот в этом значке, вот эту монаду называют тай-ди. Хотя в китайской традиции есть различные способы изображения тай-ди. Но тем не менее, наиболее популярные это вот это, как говорят иногда, как две рыбки или две запятых, связанных между собой. Но какова важнейшая идея в понимании символа тай-ди? Ну, первое, это то, что мы видим объединение. Первая идея вообще это объединение. Объединение, да, одно объединиться не может. Значит, это должно быть минимум два, чтобы они могли объединиться. И мы видим инь-ян. Но объединение для того, чтобы инь-ян, для того, чтобы два были объединены, нам необходимо нечто третье. Потому что при отсутствии этого третьего, то мы можем получить, так скажем, не инь-ян, а мы можем получить некую смесь непонятную. Да, то есть, это третье, это называется нейтраль или центр. Это то, что разделяет инь-ян, не дает им смешиваться и удерживает инь-ян, не дает им разбежаться. Да, то есть, мы никогда не изображаем тай-ди серой массы, как вот пример я приводил уже на одной из бесед. Да, вот мы можем взять бутылочку, насыпать на донышко белый песочек, сверху насыпать черный песочек, да. И тогда у нас белый песочек, нейтраль, граница, черный песочек. Но стоит нам эту бутылочку стряхнуть, что у нас там будет? Алёна. Кошмалаш. Серый песочек. Да. Серый песочек, будет серая масса, и инь-ян не будут разделены. Чтобы нам разделить эти инь-ян, нужно этот песок из бутылочки высыпать обратно. И по песчинке, как Золушка разделяла там эти зернышки, значит, вот отделить белое от черного, да. Поэтому для того, чтобы инь-ян были вместе, необходимо нечто третье, что не даст им разбежаться и не даст им перемешаться. Тогда это будет истинное объединение. Поэтому, ну скажем так, что третий является одним из важнейших. Потому что, например, в практике Ильичуань, когда мы знаем, что есть инь, что есть ян, тогда мы знаем, где проходит нейтраль. И мы свое внимание можем направлять на нейтраль. И когда на нас происходит какое-то воздействие, то мы не чувствуем воздействия, мы не чувствуем, так скажем, агрессию или еще что-то. Мы наблюдаем за смещением нейтрали. То есть, если у нас получается избыток ян, то нейтраль смещается в сторону инь. Если у нас получается избыток инь, то нейтраль смещается в сторону ян. Поэтому те действия, которые мы совершаем, они обусловлены не рефлекторной защитой, не каким-то противодействием, не привычным техническим, может быть, идеально выверенным действием. Оно обусловлено лишь только тем, какое оптимальное движение нам нужно совершить для того, чтобы нейтраль вернуть на место, чтобы восстановить баланс. Да, это как в одном из старых трактатов 17-го, по-моему, века по Тайдзи Чуань, Тайдзи Чуань Чуэ, написанный Иван Джунь Юэ, известный такой пропагандист Тайдзи Чуаня, было написано, что ваше тело должно быть как аптекарские весы. Он берет пример именно аптекарские. Почему? Ну, потому что там взвешивают порошки. Это должны быть очень-очень точные весы. И, условно говоря, если на одну чашу весов упадет пушинка, то на этих весах баланс будет уже нарушен. Но если на другую чашу вы положите кирпич, увидев, что нарушение баланса, то вы отреагировали неадекватно. Но если вы положите другую пушинку или что-то столь же легкое, кусочек бумажки, допустим, то вы этот баланс можете вернуть. То есть вы видите, насколько отклонилось, вы знаете, сколько нужно добавить, чтобы этот баланс восстановить. Подобного рода вещи, они не приходят из привычек, из хорошей тренировки. Они приходят из, собственно, осознавания, из прямого знания. Потому что если вы используете опыт прошлого, то вы не в моменте, вы все время отстаете. И баланс разрушается, пока вы его восстанавливаете, он может нарушиться в другую сторону. И тогда это получается бесконечная гонка собаки за своим хвостом. И вы никак не можете остановиться. Вместе с тем, в тот момент, когда пушинка ложится на чашу весов, вы уже знаете, что баланс нарушается. Потому что нейтраль, а точнее стрелка весов начинает смещаться. И вы усилием на противоположную чашку, вы можете это дело компенсировать. Поэтому сохранение баланса заключается именно в том, чтобы вы были в настоящем. И в настоящем совершали те действия, которые являются не против, а являются вместе. Но мы говорим, что для того, чтобы было единое, должно быть два. Но два не существует, если нет чего-то третьего. И здесь очень важно понять, что путь Ильичуань, или путь Джуньсиньдао Ильичуань, он говорит о том, как нам всегда оставаться в настоящем. Потому что, ну скажем так, прошлого уже нет, а будущего еще нет. Мы не можем видеть будущее. Те люди, которые видят будущее, они не видят будущее. Просто то настоящее, в котором они находятся, оно гораздо шире. Да, вот я как бы часто привожу такой пример, что два человека, два путника, шли-шли-шли по дороге, устали. Один завалился под дерево, лег отдыхать, второй залез на дерево. И вдруг тот, который сидит на дереве, он говорит, отлично, нашим уставшим ногам сейчас будет легче. Он говорит, почему? Через полчаса здесь будет повозка. Откуда ты можешь знать будущее? Но тот, кто сидит на дереве, он видит повозку в настоящем. И видит, что она движется именно по этой дороге. И видя скорость, он может сделать прогноз, что примерно через полчаса она будет здесь. Да, конечно, у повозки может сломаться колесо и так далее. Поэтому он будущего не видит. Он видит настоящее. И из этого настоящего он может делать прогноз. Что примерно через полчаса этот осел дотащит эту повозку до этого места. Но для того, кто лежит под деревом, этого настоящего нет. Это все в будущем. Он не видит ни повозку, ни осла, ничего. Поэтому для того, чтобы мы были в настоящем и могли распознавать настоящее и, собственно говоря, могла проявиться наша мудрость, мы должны наше настоящее делать, что называется, как можно шире. Мой Шифа приводит часто такой пример, американцам, видимо, очень нравится, это радар. Вот, допустим, у вас есть радар, который вам покрывает зону в километр. И кто бы здесь в километр не появился, у вас сразу точка на осциллографе появляется. Вот какой-то объект, машина, ракета, самолет. А у меня радар, допустим, он на десяти километров. То есть в вашем радаре это еще не появилось, для вас это будущее. А в моем десяти километровом радаре уже есть, я вижу. Вот точно также и наше сознание, наше распознавание мы должны использовать как метод прямого знания и прямого видения настоящее, которое мы можем растянуть максимально широко. Каким образом это делать? В практической тренировке вы знаете то, что мы используем, мы учимся связывать центры. Да, ну например, мы с вами находимся в точке А и нам нужно оказаться в точке Б. Если мы из точки А прыгаем, то есть у нас получается точка А настоящая, мы здесь сейчас находимся, точка Б будущее. Если мы из точки А прыгаем в точку Б, то точка Б стала настоящим, а точка А стала прошлым. То есть она не стала настоящим. Вот вместе с тем, если мы, Ален, вашу руку, это у нас точка А, точка Б, да, ну просто держите руку, да, то есть я сейчас из точки А прыгаю в точку Б, да, точку А я потерял, она в прошлом, но если у меня есть точка А и есть точка Б, и мы их соединили, мы натянули, я двигаюсь здесь, она знает, она двигается там, двигайтесь, я знаю, Я ее толкаю, ну просто у нас не твердый предмет, была бы палочка какая-то, я толкаю ее из точки А, она знает, я тяну ее в точку А, она знает. Значит, получается, что здесь настоящее, здесь настоящее, здесь, 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 и здесь тоже настоящее. Она знает в текущем моменте времени, что происходит здесь. Тем самым, получается, растягивая нашу точку контакта или связывая центры, мы получаем с вами более расширенное настоящее. Мы получаем инструмент для получения информации здесь и сейчас в большем объеме. Не в точке, а уже в некоем объеме. Простой пример, то, как мы этим занимаемся. 13 ориентиров. Мы выстраиваем центры стоп, центры стоп мы связываем с коленями. И вот мы уже растянули эту линию от коленей, от стоп к центрам коленей. Уже все, уже наши стопы и голени информированы. В стопах 9 полных, одно пустое. Это как пальцы связываются с центром стопы. Эта линия выстроена. Центр стопы связан с коленом. Колено вперед-назад на центр стопы. Выстроено. Мы знаем. Колено связывается с тазобедренным суставом. И, значит, тазобедренный сустав связан с тазом. И куан начинает открываться, закрываться. Мы знаем. Таз увязывается с поясницей. И тогда есть связь с позвоночником. Позвоночник выстраивается к макушке. И тогда есть связь макушка-позвоночник, макушка-стопы. То есть у нас от земли до макушки уже выстроена одна линия. И что бы на этой линии ни произошло, мы знаем в тот же момент времени. В настоящем. А не так. Ой, что-то у меня там зачесалось. А, не здесь зачесалось. Вот здесь. Ну, надо же, как меня нервы обманывают мои. Как знаете, вот эта детская игра. Надеюсь, что все в ней играли. В тихий час играют. В пионерском лагере где-нибудь. Когда один протягивает руку, а другой начинает щекотать и идти к локтевой ямке. Да, идет, 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 идет. И когда попал в локтевую ямку, надо сказать там, типа, да, попал. А здесь очень много нервных окончаний. И поэтому долго-долго рядом крутят. А нервные окончания раздражаются и передают импульс. И потом говорят, да, ты пришел. А ты смотришь, еще 5 сантиметров не дошел. 2 сантиметра не дошел. Не угадал. Значит, давай еще раз. Вот. Да, то есть нервы нас могут обмануть. В этом плане. Натяжение, связанность, она нас обмануть не может. Да, потому что это есть прямое воздействие. Вот. И таким образом мы, когда мы занимаемся нейгун, когда мы занимаемся дебеньгун своего тела, это базовое выстраивание структуры тела, мы учимся с вами создавать вот эти связи. Да. Чем больше центров мы можем объединить, тем более объемные наши настоящие. Да, потому что если мы можем объединить все наше тело, мы объединяем центр к центру, от стоп к дантянь, от дантянь к макушке, и мы связаны. Верх и низ у нас связаны. Земля и небо, три единства, человек, земля, небо, уже реализованы. Да, но дальше изменения происходят также и в человеке. Угощайтесь, Лариса. Изменения происходят в человеке во время совершения им действий, во время воздействия на него. И тогда мы наблюдаем нейтрали, потому что инь и ян – это тоже как два конца, а нейтраль – это как линия натяжения. Поэтому через смещение нейтрали мы знаем воздействие в то же самое время. В то же самое время. Дальше. Мы взаимодействуем с противником в точке контакта. Если точка контакта – край, то мы знаем впрямую воздействие от точки контакта к земле, к спине, к макушке. То есть мы выстраиваем вот эти линии натяжения. Приветствую, Алексей. Вот. Если же, допустим, через точку… Выстроив баланс на точке контакта, то есть мы выстраиваем баланс тела, выстраиваем баланс на точке контакта, то есть балансированное тело и сбалансированная точка контакта, они дают возможность нам проникнуть за точки контакта. То есть пройти в тело противника. И тогда мы слышим его балансы, связи его центров и его нейтрали. И тогда получается, что наше настоящее расширяется уже до пределов тела противника. Это все так называемая телесно-ориентированная практика, к которой мы работаем, допустим, в базовых упражнениях, вращающихся рук, вбирании выпускания, липких рук и так далее. То есть через это мы учимся слушать, как происходят изменения и быть с этими изменениями. Потому что, собственно говоря, какова основная характеристика природы? Это непостоянство. Она непрерывно меняется, природа. Поэтому, чтобы нам быть с природой, нам нужно научиться тоже непрерывно изменяться. Потому что мы не можем быть стабильными, если мы не обращаем внимания на изменения. Мы уже против, мы уже в сопротивлении находимся, если мы используем стабильность как некий волевой акт. Стабильность, она заключается в том, чтобы быть с. То есть часто люди считают, что я не зыблем, а мир вот такой. И в результате возникает внутренний конфликт, и человеку приходится создавать свою картину мира, который обрезает очень многие связи, говорит, этого нет, потому что этого не может быть никогда. Это вообще область, которую нельзя рассматривать. Это вредно для здоровья. Это истина. Она почему-то только очень маленькая в этот момент получается, очень усеченная. Вместе с тем, если все изменяется, и вы, прилепившись к этому, изменяетесь вместе с ним, это и есть истинная стабильность. Потому что вы все знаете про то, что изменяется. И тогда можно сказать, что вы находитесь вместе с природой. Если вы находитесь вместе с природой, с изменяющейся, то у вас есть, или должно быть для этого, качество течения. Потому что текучесть — это быть вместе. Все, что изменяется, вы изменяетесь вместе с этим, как вода. И тогда, изменяясь, вы знаете. Потому что если вы изменяетесь с объектом, то вы можете наблюдать объект. Если вы можете наблюдать объект, вы знаете объект. Вы его осознаете, вы идете уже к осознанию. Но на первых этапах мы используем, как я говорил уже, мудрость точки контакта. Почему так? Потому что из всех наших органов чувств, не наиболее феноменальный, а особо феноменальный, это кожа. Потому что все, что мы видим, мы уже сопоставляем. Мужчина, женщина, коричневый, свет. Откуда я это знаю? Это все я уже извлекаю из прошлого. Мы слышим классика, бульканье, звяканье, шансон. Откуда мы все это знаем? Оттуда же. Мы слышим бульканье воды. Мы сопоставляем, опять же опираемся на прошлое. Запах, ландыш, благовоние, прошлое. Вкус, кислое, горькое, соленое, прошлое. Насколько оно кислое, насколько соленое, вы не можете знать через размышления. И только кожа, она не подвержена в прямую анализу, не подвержена логической обработке. Почему? Потому что кожа является защитным органом. А поэтому вы прикоснулись и отдернули. Что там было? Горячее, холодное, острое, электричество. Не важно. Вы должны себя сохранить. Поэтому, прикоснувшись, у вас первая сначала идет реакция безоценочная. Поэтому в наших тренировках, используя телесно-ориентированные практики, вращающихся рук, липких рук, тена и прочие воздействия, мы именно идем от того, от той информации, которую нам сообщает кожа. А что нам сообщает? Мы опять видим вот это три единства, о котором я уже говорил. То есть, например, взаимодействие с партнером, есть его кожа, есть моя кожа и есть давление между ними. Вот это давление, это и есть изменяющиеся составляющие, которые благодаря этому свойству кожи мы знаем в настоящем. Потому что мы защищаем себя в настоящем, а не от того, что мы отдернули руку. Слизняк, то же самое. Неприятно. Опыт есть такой. И значит, тогда и получается, что у нас опять для объединения, у нас получается два. Это моя кожа, кожа партнера. Они объединяются, между ними получается нейтраль. На нейтрале что? Давление. То есть, если давление нарастает, мы знаем. Мы знаем в настоящем. Если давление ослабевает, мы знаем. Мы знаем в настоящем. Если до этого мы тренировали свои чувства и свое тело, то мы можем удерживать это давление постоянным. Не позволяя ему изменяться. И тогда, куда бы ни двигался партнер, куда бы ни двигался противник, мы можем течь вместе с ним. Если мы течем вместе с ним, мы знаем информацию, которую он нам дает. Мы знаем, где его корень силы, где источник его движения, каким образом он проводит эту силу, накапливает он в свою взрывную мощь или не накапливает. Мы знаем все это в один момент времени. Нам не нужно это обрабатывать. Это все мы получаем из точки контакта. При этом на первых этапах, конечно же, мы изучаем точку контакта тактильную. Но на самом деле все органы чувств – это точка контакта. И в методах тренировки Ильичуань каждая тренировка начинается именно с тренировки органов чувств. То есть, например, взгляд. Это что же точка контакта? Естественно. Естественно, да. Просто свет, отраженный от подкровов партнера, он попадает через хрусталик мне в глаз и начинает раздражать мои колбочки на сечетке. Раздражает и раздражает. Ну что, это реальный физический контакт. Это не ментальный контакт, а физический. Да, потому что свет воздействует на мою физиологию. Откуда я и знаю. Дальше идет преображение этого изображения. Потому что, например, фактически я вас всех вижу вверх ногами. И вы меня тоже. Потому что хрусталик на сетчатке строит изображение перевернутое. И каждым глазом отдельно. Да, и каждым глазом отдельно. И мозг это все соединяет, а потом переворачивает. То есть, я уже вас, собственно говоря, из-за этого вижу в нереальности. Да, потому что, на самом деле, скорость прохождения нервного импульса, она чуть более 300 километров в час. Как у гоночного автомобиля. То есть, это даже не самолет. Это даже не боевой истребитель. Понимаете? Это очень медленно. Поэтому я вас всех, и вы, кстати, меня тоже видите с задержкой. Которая уходит на вот эту вот обработку. То есть, это уже не настоящее. Получается, если я опираюсь на... Если мое внимание на вашем изображении, да. Но если я направляю свое внимание, как вот мы на занятиях. Кто был, знает, с чего начинается тренировка. Мы учимся удерживать внимание на сетчатке глаза. То там идет прямое воздействие. И там есть как раз настоящее. Это то место, это область, где формируется изображение. Где формируется то, что потом станет изображением. Когда мы тренируем наше внимание на барабанных перепонках. То мы учимся слышать каждый звук. Не как... О, это Алекс говорит. Я узнал его голос. О, это женский, это мужской голос. А тут мозга. А, какая прекрасная тишина. Нет, речь не об этом. Все, чему мы дали имя, не есть истинный дау. А истинный дау в данном случае, это вибрации ваших барабанных перепонок. Потому что мы что-то слышим и интерпретируем только по одной причине. Что у нас вибрирует барабанная перепонка. Молоточек бьет по наковальне. И дальше это также преобразуется в мозгу. Причем вот очень интересный момент. Например, звук. Мозг в состоянии переработать в изображении. Если так кто не знает. Что? Если звезонная, которая находится рядом, и вы же не имеете связь, то непрекрасно. Да, ну, прекрасно, непрекрасно. Это достаточно сложная работа. Он может. Есть рожденные люди, которые могут посоветовать. Есть такие. А я как раз могу посоветовать посмотреть фильм. Я, правда, сейчас не помню, как зовут. Один англичанин. Он родился зрячим. Но на один глаз он потерял зрение, полностью потерял зрение где-то в полтора годика, а на другом где-то года в три. Ну, болезнь какая-то была. Но в результате зрительный образ мозга, зрительная область мозга у него уже была пробужденной. И дальше вот такой слепенький, он не знал, как ему жить и что ему делать. И он обнаружил такую простую вещь, что когда он делает... Он слышит отражение звука. И вот у него начальная тренировка, он сейчас других людей обучает этому. Вы сейчас сами можете попробовать. Вы слышите, что сейчас звук от стен, а сейчас звук у меня от ладони отходит. И вот он научился вот так вот щелкать и слышать отраженный звук. И так как он это практиковал много лет, и через некоторое время его зрительный центр начал формировать изображение. Естественно, что у него изображение не плавно меняется, как у нас, а оно стакката. И условно говоря, если между двумя щелчками пролетит птица, он ее не увидит. Но если она будет пролетать в этот момент, он увидит ее как преграду. То есть он именно визуально это все воспринимает, потому что у него брали энцефалограмму мозга и видит, что его зрительный центр в этот момент активирован. Потому что он сам говорит, что он видит. И вот в этом фильме показывается, что он даже ездит по парку на велосипеде. То есть абсолютно слепой человек. Парк, где гуляют люди, ездят другие, бегают собачки. Он едет и... А это ему дает изображение. Щелкает он звонко, не так, как я. Эхолокатор, да. Человек летучий... Это истинный Бэтмен. Да, это как раз и есть Бэтмен. Другие люди, которых он обучает, там не говорилось, что у них тоже пробуждается зрительный центр. Я думаю, в процессе тренировки может пробудиться. Но они уже начинают просто слышать отраженный сигнал и понимают, где преграда, насколько близко она. То есть они могут себе, условно говоря, ходить без палочки. То есть он идет, и он... Картины меняет. Он не часто щелкает. Картины меняются, если он где-нибудь по городу идет, или еще что-то, тогда он идет... Щелкает часто. Он опять же не думает, он тут же получает сигнал и получает эту информацию. Поэтому то, что мы имеем изображение, кстати, говорят, и я видел вот несколько, так скажем, экспериментов, которые доказывают это, что мы с вами, у нас с вами тоже изображение черно-белое. Мозг раскрашивает. Есть, знаете, всякие вот картинки, тесты, типа оптических иллюзий. И вот, если создать определенные картинки, изолировать цвета, то вот вам просят определить, какой цвет вы смотрите, говорите, серый. Картинку полностью открывать, вы говорите, зеленый. Закрывают, изолированный цвет, получается серый. Ну, или там в каких-то в сочетаниях, в определенных. То есть получается, что мы и видим-то тоже не то, что мы видим. Но в данном случае это не так важно. Важным является что? Что органы чувств, их нужно учиться рассматривать, как инструменты. То есть разбирать не то, что за звук вы услышали, а само по себе колебание, потому что оно как раз в моменте. Разбирать не что там за запах. Запах в боевом искусстве как раз менее актуален, хотя может быть вполне, кто как чувствует. Но основными органами чувств являются, конечно, зрение, слух и кожа. И вот через это мы распознаем. Мы не распознаем, к кому мы прикасаемся. Мальчик, девочка, теплый, холодненький, с мороза пришел, колючий, нежный. Мы на это все не смотрим. У нас есть все очень просто. Давление. У нас есть вибрация. У нас есть касание, сетчатки. И вот если мы можем настроить свои органы чувств так, то мы можем оказываться в моменте. Мы оказываемся в настоящем и тогда мы видим как есть. Приходим к этому прямому восприятию в моменте. Тогда влияние нашего эго на наше восприятие минимизируется или даже в этот момент оно как раз отсутствует. Поэтому мы и говорим, что мы видим как есть. Не как нам хочется, не как мы дорисовываем картину. А как есть. Как говорят, что индейцы не видели корабли Колумба, потому что им не с чем было их сопоставить. А у меня в семье была такая очень веселая история, когда моя дочка не видела пакет с молоком. Мы, значит, завтракаем с утра, она приходит чуть позже и говорит, пап, где молоко? Я говорю, оно в холодильнике стоит. Она открывает дверь, смотрит. Где молоко? Я же сказал, в холодильнике стоит. Она еще раз открывает, смотрит. Походила вокруг, посмотрела, думает, папа забывчивый, все-таки не в холодильник поставил. Третий раз спрашивает, я уже встаю, подхожу к холодильнику, открываю, достаю молоко и даю ей. Молоко не стояло, оно лежало. Холодильник был битком, поставить было нельзя. Я его положил. Она трижды посмотрела и не увидела его. Потому что у нее был образ. Пакет должен стоять. И фактически, что именно не увидела, потому что это пакет со всеми нашлепками, со всеми картинками, молоко. То есть, если бы она начала разбирать холодильник или сказала, так, здесь что-то не так, она, конечно, бы его нашла. Но вот так открывает, никого нет дома. Нет никакого молока. Оно здесь отсутствует. Это показывает о том, что часто у нас есть ожидаемая картина мира. То есть, мы пытаемся видеть то, что мы привыкли, а то, что мы не привыкли, мы не видим. Мы не видим, мы не можем распознать. И отсюда и получается, что мы живем в придуманном мире. То, что мы в нем исследуем, мы исследуем только то, что нам понятно, интересно, и то, что мы хотим знать. И в результате мы все время ограничим, ограничим и замыкаем круг своего познания. Когда мы занимаемся Ильичуань, я как раз и говорю о том, что, или когда мы занимаемся внутренним чем-то, я говорю о том, что это путь познания неведомого. И вот это очень важно понимать и напоминать себе, может быть, каждый раз, когда вы идете заниматься. Потому что вы идете заниматься тем, чего никогда не было в опыте вашей жизни. Неведомо это не значит, что-то такое сказочное, таинственное, сейчас там драконы или какие-то чудища появятся. Нет, не об этом речь. Но дело в том, что вы никогда к себе не относились таким образом, чтобы быть, например, тотально осознанными, чтобы осознавать каждый момент бытия. Потому что привычки, рефлексы это то, что нам помогает. Попробуйте сегодня там за обедом правши, попробуйте покушать левой рукой. И у вас будет много новых ощущений. Потому что гораздо проще быстрее, потому что я еще должен успеть там включить телек, посмотреть новости, не знаю, или там к другу успеть сходить. Поэтому я раз-раз-раз кушаю так. Покушайте левой рукой. Потому что а то, что вы можете делать там левой рукой или левой ногой не хуже, чем правой, это все вопрос присутствия вашего в этом моменте. То есть есть там ваше внимание или нет. Потому что точно так же я помню, смотрел совершенно замечательный фильм, как парнишка, индус один, он был рожден без рук, а там же все-таки клановое общество и кастовое общество и профессиональные секреты профессионального мастерства они в основном тоже сохраняются в традиционных семьях, передаются. И вот его отец был часовщик. Это, конечно, надо было видеть, как сидит этот парень, он ногами, одной ногой берет часы, вскрывает их, другой ногой берет отвертку, начинает в них ковыряться, в этот момент звонит телефон, он кладет отвертку, ногой снимает трубку, прижимает ее к плечу, берет отвертку, разговаривает и ковыряется в часах. И это вот этими толстыми, грубыми пальцами ног он все делает. Но у него выбора нет, его внимание там, и он поэтому ногами так же тонко чувствует, как мы кончиками пальцев рук. Значит, и мы так можем. это вопрос, собственно, где находится внимание. Поэтому для того, чтобы мы могли обрести осознанность, мы не можем тренировать осознанность саму по себе. Что такое осознанность? Ребята, начали, сейчас тренируем осознанность, засек, пять минут на тренировку осознанности. Осознанность это следствие, следствие тренировки внимательности. внимательность это способность направить свое внимание и удерживать его, насколько вы там можете удерживать. Следующий момент, чтобы вы приобрели осознанность, у вас всегда должен быть объект осознавания. Потому что если вы в своей тренировке просто пытаетесь осознавать мои руки легкие и воздушные, или мои руки теплые, тяжелые, это, во-первых, это не осознанность, а это аутотренинг такой получается. Во-вторых, где критерий? Но изучая структуру тела на уровне дебеньгун и нейгун, мы знаем простые вещи, что, допустим, когда моя рука находится внутри линии тела, то энергия вбирается. Мне отсюда сложно делать толкающие движения, выпускающие усилия. А вместе с тем тянущие усилия очень хорошо, очень легко. Мои мышцы питаются, тело питается в этот момент, значит, энергия работает на вбирании. Когда я нахожусь снаружи, если я тяну, я использую, один сгибатель, один бицепс. Зато, если я толкаю, у меня работают и ноги, и тело, и руки, значит, энергия выпускается. Мы знаем линию смены качества энергии. И поэтому, когда мы работаем базовые упражнения или когда мы работаем, допустим, в формальные комплексы, мы всегда отслеживаем, когда мы оказываемся внутри, энергия вбирается, значит, мы должны создать форму, которая соответствует выбиранию энергии. Когда мы находимся на нейтрале, и мы нейтральны, когда мы находимся снаружи, и тогда мы создаем форму, соответствующую положению снаружи, допустим, выпуклость мы ее называем. И в этот момент мы осознаем границу и изменение. Границу и изменение. И опять у нас получается, что мы знаем два конца и давление между ними. Мы знаем внутренний, внешний и нейтраль. Это тот же самый принцип Тайди. Мы знаем верхний, нижний и нейтраль. Если нейтраль поднимается, мы должны что-то сделать для того, чтобы она встала на место. Если нейтраль опускается, что-то, чтобы она встала на место. Как, допустим, если мы берем нейтраль как половинную линию плеча, потому что, допустим, по спине энергия поднимается и идет к границе до плечевого сустава. Отсюда энергия уже опускается и течет дон-тянь. Поэтому, например, если я делаю вот такое движение, то у нас это называется ян переваливает на инь. То есть, моя нейтраль сместилась к инь. Я должен сделать что-то, что вернет ее на место. Если я делаю вот такое движение, то у меня инь переваливает на ян. Я опять же нарушаю природный баланс, я перестаю быть природой. Я должен сделать что-то, чтобы нейтраль оттуда вернулась на место. И тогда принцип тайди сохраняется и работает. Баланс сохраняется. И мое внимание в этот момент, оно направлено на осознавание положения места нейтралей. На осознавание положения баланса инь-ян. Если я удерживаю свое внимание на этих процессах, то я уже осознан. Это осознанность на уровне моего тела. Если осознанность на уровне моего тела приходит, то мы можем ее распространять, допустим, при парной работе на осознанность на точке контакта. Если мы можем объединяться с противником, то мы можем выходить за пределы противника и осознавать мои усилия, как они попадают в тело противника, когда мы можем направить в плечо, в поясницу, в большой палец левой ноги или в макушку, усилие через точку контакта в партнеров противника мы направляем. Это получается, что, опять же, мы связываем несколько центров, которые выстраиваются в одну линию настоящую. Мы расширяем все настоящие. Но такое настоящее проанализировать невозможно. Его возможно только видеть. и поэтому мы, собственно, говорим, что метод Джун Синьдао, о котором мы говорим, это выстраивание объединения и удержание нейтралей, то есть идем нейтральным путем и это расширение настоящего, в настоящий момент, потому что это, собственно говоря, это лезвие бритвы, которое рассекает прошлое и будущее. Но вот мы его расширяем до возможных для нас размеров за счет связывания центров. когда точка А и точка Б они связаны и мы знаем натяжение между ними, поэтому мы можем быть вместе. Вот как бы вкратце об истории, философии и Ли Чуань и о пути Джун Синьдао, как его видит Чин Фан Сён, грандмастер, который на обложке здесь изображен мой шифр. Я не знаю, если у вас есть какие-то вопросы, социальность, 兄, кто-хранен? Да, я не знаю, что без огрiestения нет, здесь изображен. Продолжение следует...